Миша, я понял, в чем проблема. Это, блядь, надо было не коктейли нам с тобой жрать, а движение делать. Зацени. Я Малыч Крым, и сейчас я вам покажу топовое упражнение для формирования узкой талии. Миша, а может ты не жирный? Может ты просто беременна? Чего ей надо сходить к доктору? Моя узкая талия это не генетика. Ну да, ну да. Сильно ли влияет генетика на талию? Ну, довольно-таки сильно. Если вам ее, блядь, не дано, то хуй вы ее чем сделаете. Тогда вы можете раскачать спинную жопу, и за счет расширения вверх и низа у вас будет узкая талия. Но если вы это по жизни квадратный, вам мало чего поможет. Как только я перестаю делать эти упражнения, я становлюсь в квадрат. И как только начинаю делать, сразу же талия появляется. Выдыхаем весь воздух и делаем наклоны вперед. Ты запоминаешь? Правильно, не запоминаешь. Все, это бесполезная хуйня. Я открою вам маленький секрет, как мой печен. Любые упражнения воздействуют только на мышцы, не на жир. Да, за счет активности вы можете увеличить расход калорий, но конкретно на талии жира меньше у вас не станет. Однако, если вы будете тренировать мышцы кора, они у вас вырастут и еще хуже сделают вашу талию. Делаем выдох, напрягиваем животик и делаем наклоны теперь по сторонам. Также вдох на подъем. О, Миш, в прошлый раз тебя когда пчелы похотхуярили, ты примерно так же двигался. Что-то тебе не помогло. И теперь наклоны назад. Стараемся руку завести сзади между ног. И последнее упражнение скручивания. Короче, кому нехуй делать, конечно, можете побаловаться. Хуже не будет, но талии у вас меньше не станет. Если вы жирный, сука, надо меньше жрать. Сжигайте ваш жир, талия будет меньше. Если вы все равно квадратный, качайте жопу, качайте спину. И будет вам счастье. Ну, что вы поняли, ай, молчи, держите боську. Продолжение следует... Продолжение следует...